Арман Скрауза, заместитель председателя совета по сотрудничеству с сельскохозяйственных организаций, у нас сегодня в студии. Поговорим о земле, о латвийской земле, о сельскохозяйственной земле и поговорим о том, как вообще могут и кто может ее приобретать. Какова ситуация на сегодняшний день на рынке латвийской сельскохозяйственной земли? Кто вообще может купить землю и есть ли какие-то ограничения? Ну если говорить о периоде с 1 мая этого года, тогда в принципе все могут купить, которые гражданин Россоюза, независимо от граждан Латвии или Германии, и даже объем земли, который один владелец может купить, не был ограничен. Теоретически вся земля могла бы принадлежить одному человеку в Латвии. То есть если бы кто-то захотел, смог купить, да? Если бы нынешние владельцы захотели продать одному, да. Но, конечно, это не было, самое большое хозяйство было где-то около 6 тысяч гектаров, по нашим данным. Ну существовали же какие-то переходные правила, да, 10 лет, по-моему, в течение которых были какие-то ограничения, да? Пока мы не были членами Россоюза... Нельзя было так напрямую, да, купить? Пока мы не были членами Россоюза, конечно, у нас были ограничения. Когда мы вступали в Россоюз, тогда мы в нашем законодательстве поставили термин, что землю только может перебрести гражданин Латвии. Это ограничение кончилось 3 года назад, тогда наш СЕМ удлинил до 1 мая этого года, но больше мы продлить этот запрет не можем, потому что это против нашего договора вступления Россоюза. Когда мы вступали, тогда мы всякие, так сказать, обязанности наняли на свое государство, даже который, так, ну, скажем, обычный народ не знал, потому что никто не читает... Какие документы, да? Какие-то мистичные документы, которые, в принципе, наши чиновники делают, и он пару сотен страниц. Ну, конечно, об этом говорили, мы знали, но и да, эти ограничения кончились, и сейчас рынок был свободен. Во время действия этих ограничений там нельзя было напрямую иностранцу купить землю, можно было там через использование какой-то латвийской фирмы, да, вот так, латвийского гражданина? Ну да, потому что это речь о физических персонах, которые так приехали, но, конечно, в Латвии опять другие договоры, другие, которые защищают инвестиции, и юридические фирмы, в принципе, могли приобрести землю. Как сказать, запрет был, но он был формальный, в принципе, как мы уже знаем, в Латвии уже давно большие хозяйства принижали датчанам и германцам и так далее, да, так что это был формальный запрет. Но он немножко работал, так сказать, людей все-таки, ну, так, как сказать, сдерживал иностранцев с Латвии покупать землю, но вот последние эти месяцы, май, например, был довольно спокойный, мы так не слышали никакие сигналы, но вот июня уже начало, что очень многие христиане, у которых поблизости билеты и хозяйства иностранцев, они говорят, как они начали побольше перекуплять землю, это уже очень так ясно видно, было у соседей, там сосед продал, так сказать, и, ну, наши, в принципе, не может конкурировать с ценой. А латвийские христиане, они охотно продают землю иностранцу? А христиане нет, но есть владельцы, и, ну, владельцы всякие ситуации, когда надо денег, тогда имущество, которое, может, принадлежало предкам, и он получил как наследник того предка, который работал в 30-е годы, он уже не имеет никакого связи с деревней, с сельским хозяйством, он просто живет в Риге, в многих случаях и за границами, и когда деньги надо, тогда он продает, и тогда просто человек смотрит, кто побольше платит. Есть даже очень маленькие суммы, наши даже христиане говорили, чтобы они сами немножко побольше платили, ну, как будто даже не спрашивают, ну, вот, приходит там датчан, он немножко, 50 евро за гектар больше, и сразу продает ему. – Какая ситуация на сегодня? Сколько латвийской земли, вот, сельскохозяйственной, принадлежит иностранцам? Есть такие цифры? – В принципе, потому что они под юридическим персоном, такие конкретные нет. Некоторые говорят очень много, но мы считаем, что это, ну, конечно, не более 20%, потому что, ну, иностранцам принадлежит большие хозяйства, они всякие такие маленькие куски не покупают, если они идут, тогда цель – работать в сельском хозяйстве, или, так сказать, вложить деньги и ждать, пока цена имущества повисится, и потом продать. Можно сказать, спекулятивные цели, да, две цели. И, ну, в оба случаях они должны иметь довольно большие имущества, потому что, ну, если там 5 гектар одном месте, полтора – другом, и 3, тогда, ну, кто будет работать, и кому будет такая земля нужна, они закупают, формируют довольно-таки большие хозяйства, и чтобы они экономически… – Выгодно были, да? – Ну, да, выгодно, экономически стабильные хозяйства были. Ну, это даже не только иностранцы так делали, были наши самые латвийские предприниматели, которые тоже закупали земли, потом они формируют это хозяйство и продают уже, ну, в большинстве случаев это хозяйство продавали с иностранцами, потому что наши христиане тоже покупают, но трудно сразу вложить полтора миллиона, два миллиона – это большие деньги, ну, и у наших… – А вот какова ситуация в других странах Евросоюза? Там тоже так же нет ограничений на покупку земли иностранными гражданами? – Ну, там очень разные ситуации, например, ну, все говорят, например, Франции, да. – Да, Франция очень интересная, у них это, можно сказать, уже система развивалась последние 50 лет, да, у них регулируют специальные комиссии, которые при самоуправлениях решают, кому эту землю продать. Конечно, там Катерии есть, но мы, если читаем всякие статьи, тогда все говорят, ох, как Франции, хорошо, но если поговорить с этим французами, они тоже бывают недовольны, потому как эта комиссия принимает решения. Ну да, но это демократично довольно, и у этой комиссии очень большие полномочия, они должны… Например, есть какой-то регион, и он решил, вот в нашем регионе больших хозяйств не будет, значит, эта комиссия не дает развиваться больших хозяйств. Но есть регионы, опять, где, например, зерновые выращивают, и там хозяйство должно быть побольше, чтобы она была экономически стабильная, и там эта комиссия дает разрешение покупать, ну, землю уже, и развивать хозяйство побольше. Тем более, то, что мы слышали, ну, если вы, как иностранец, перейдите в Францию, и тогда у вас там будут вопросы задавать, ваше образование, у вас этот опыт на французском. Ну, и вы тогда должны отвечать на французском. То есть, нет такого, что вот гражданин Латвии может запросто купить землю во Франции? Запросто нет, но теоретически можно, и, ну, надо, да, немножко по-французски говорить. Интересный ход, да? Да. А вообще, вот, многие считают, ну, такие у них панические или пессимистические настроения, что вообще, вот, политики все ими слишком поздно вообще проснулись, похватились, что уже практически, вот, ну, иностранцы ключевые позиции заняли в сельском хозяйстве. Это так? Нет, ну, ключевые, ключевые, да, ну, у них получше позиции, ключевые нет, потому что все-таки большинство земли, что нашим принадлежит, сельскокозяйственникам, и тем более, в последнее время было, ну, я не скажу, что очень много, но были случаи, когда иностранцы продавали свою землю. Потому что я говорю, ну, цель какая? А они купают землю, но они не только держат, они стараются что-то там делать, но я сам, ну, приезжает иностранец, который ничего не понимает от сельского хозяйства, старается что-то, у него ничего не получается. Разумеется, да. Потому что он берет наших рабочих, но наши рабочие же очень умные, если хозяин ничего не понимает. То есть, результат будет соответствующий, да? Да, ну, и он там помучался, не знаю, 5 лет, 7 лет, 3 лет, а потом он решил, что все-таки, ну, наверное, это нехороший бизнес. В втором он посмотрел, а, когда я пришел здесь, например, 10 лет назад, да, какая цена земли была? Может, он купил за 200 лат в то время? Если говорим о начале 2000-х, можно было тогда и за 50 купить до лат. Но он посмотрел, а, сейчас я могу за 1000 продать? Ну, конечно, он все, лучше я не буду этим сельским хозяйством заниматься и продает это хозяйство, продает эту землю. Так что, это случаи всякие, но у них лучше позиции. Потому что, ну, там очень просто, иногда говорят, что они субсидируют эти старые государства, своих христиан, чтобы они купили землю. Таким точным способом они не субсидируют. Но если вы, например, берете 100 гектаров в Дании, цена этой земли намного больше, как в Латвии, у них есть специальные кредитные банки или даже другие эти кредитные институции, которые дают кредит предпринимателям на очень маленькие проценты. Он там свою землю может заложить, так что она дорогая, например, она стоит 10 тысяч, да, он 100 гектаров заложил, а здесь тысячи стоит, да. Конечно, он может в Латвии прийти и купить 10 раз больше, на маленькие кредитные проценты. И то они и делали, что та земля идет как гарант, что он здесь в Латвии закупил и развивал свое хозяйство. Но у наших христиан такой возможности не было. Ну, вы вот, скажем так, у вас позиция, я так понимаю, что вы не хотите такого упрощенного порядка, вот чтобы земля таким простым образом могла достаться иностранцам. Вы хотите усложнить процедуру до введения референдума, правильно? Ну, да. По этому вопросу. Ну, сейчас вообще еще есть, так сказать, вещь, что Сеймя в прошлой неделе принял этот закон, который усложняет всю эту процедуру. Ну, наверное, надо смотреть в двух направлениях. Один путь был этот референдум, другой был этот усложнить процедуру. Если мы говорим о референдуме, это ясно, там бы мы сказали гражданины, да, другие нет. Но в этом случае этот закон, который прошел в Сейме, там получается так, что сельскохозяйственники, да, может покупать, например, вы, ну, у вас как будто, я не знаю, может, у вас есть, но образование, наверное, у вас нет в сельскохозяйственнике. Нет, да. И опыт работы на... Не только практика. Ну, значит, вы не подходите под критерии. Не подходите. Только на картошку ездили. То есть иностранцев тоже это учитывается, да? Да, но это учитывается на иностранцев. В принципе, это закон нынешний, он, так сказать, не сортирует иностранцы и наши, он сортирует сельскохозяйственники и не сельскохозяйственники. Ну, направление тоже, ну, как будто помочь нашим христианам, просто сортирование другое. И, ну, можно сказать, это хорошо, да, для сельскохозяйственников это очень хорошо, но для других жителей Латвии может быть и не так, потому что, например, если бы вы решили продать Ригу фирму, я пойду на деревню, буду работать спокойно там. Вы так просто не можете, у вас там надо, может, немножко ехать ко мне, так, опыт набраться, будет соответствовать этим критериям, тогда вы можете покупать. Ну, это тоже выглядит так не очень справедливым, скажем, мало ли человек захотел сменить резко свою сферу деятельности. Ну, так и было, кстати, мы, когда этот закон двигались сами, мы говорили, что очень, ну... То есть, это может простимулировать человека поехать, допустим, заниматься сельским хозяйством, почему нет? Ну, к примеру, мы же видели время от времени на телевидении репортажа, когда люди уезжают в деревню, да. Может быть, они сами нет, их предки работали на земле, к примеру, да? Да, но скептики говорят так, что они уже видят не только один, но очень много, так сказать, путей, как этой норме можно обойти. У нас в гостях Арманд Краузе. Мы продолжим через несколько минут. Сейчас новости и реклама на Болткоме. Мы продолжаем. У нас сегодня в гостях заместитель председателя Совета по сотрудничеству с сельскохозяйственных организаций Арманд Краузе. Звоните нам 672-12-939, 672-13-939. Ну, вот, как мы уже говорили, Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону о приватизации земли в сельской местности и установил, так сказать, потолки на приобретение вот эти 2000 гектаров. Ну, вот прокомментировал сегодня утром представитель Землия Кусейма эту ситуацию, и они считают, что возможны спекуляции при аренде земли в таком случае. Как вы считаете? Потому что те, кто вас дает в аренду, они же прекрасно осознают, что вот больше, чем 2000 вот этих гектаров нельзя будет взять, ну, купить. В принципе, у нас в Латвии рынок аренды, если так можно сказать, вообще в непорядке, потому что в законодательстве у нас есть этот Цивил Экумс, который уже очень старый, но он, кстати, хороший, очень много хороших вещей, но он и ограничивает в других законах ставить всякие условия на аренду. Если смотреть на аренду, тогда мы, наверное, должны смотреть другие государства, ну, не только Франции, но довольно, ну, побольше уже европские государства установили условия. Например, минимальный термин, который сдается земля в аренду христиан, например, в Луксембурге, там 9, плюс 9 лет даже. Даже так? Да. Интересно. И Франции тоже. И, ну, конечно, у меня как владельца, с одной стороны, довольно плохо. Ну, как бы, я бы сдал аренду, я знаю, что 10 лет я не могу этот договор с вами пересмотреть. Конечно, если вы там, ну, вообще ничего не делаете или ухушаете, ну, это, как сказать, состояние земли ухушаете, тогда я могу, но, в принципе, нет. И там такая, как будто зашита сельского хозяйственника. У нас ничего такого нет. Я сдал, мне завтра не понравились, я вам говорю, все, мы кончаем, а я даю другому соседу, да. Это плохо для христиан. Ну, мы можем говорить, если владелец, так, на 7 или 9 лет должен одному арендировать, это плохо для владельца. Но сами французы, которые, в других государствах, они говорят нет. Потому что у меня есть земля, у которой хороший хозяин работает, он мне платит аренду, и потому что он мне платит аренду, у меня даже стоимость этой земли немножко поверена. как будто какого-то там другого куска земли сельского хозяйственника, который я сдал аренду, и там никто не платит. Значит, новый владелец, который покупает, он должен искать кого-то, который будет арендировать, и это уже как будто трудность для него. И там даже, конечно, продавать он может владелец, но он продает вместе всем местным крестьянам, которые арендуют, и новый, который покупает, он знает. А, я еще 5 или 10 или 12 лет ничего сам делать не смогу, потому что там работает крестьян. Я даже слышал, что в Франции и в некоторых других государствах, они даже заключают аренду до пенсии. Вот идет, говорит, до пенсии я могу. Ну да, конечно, хорошо, но там, что уже там тоже должно быть, конечно, там владелец земли должен получить разумную аренду, ну это деньги за аренду. Да, 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 потому что, ну если, ну как я скажу, владельцы с одной стороны тоже у нас в Латвии, ну всякие, ну и бывает, что другая сторона всякая, она хочет там платить 10 евро или 15 евро, говорит, или вообще только налог платит и говорит, ну ты должен быть счастливее, что я обрабатываю твою землю, но это тоже плохо. Так что, конечно, мне кажется, это вопрос аренды один из очень самых важных, потому что мы, ну закон какой есть, мы сейчас можем говорить так, вы в принципе свою землю не продаете, лучше арендуйте, лучше арендуйте, хорошо будет христиану, хорошо будет вам, потому что вы можете оставить своим предким и в таком, ну форме мы даже, это наша цель, которую мы референдум инициировали, мы можем призывать, сохраняйте землю владельни, наши гражданин Латвии, и арендуйте христианам, чтобы они могли работать и арендуйте на долгосрочные термины, но 2000 гектаров, это тоже всякие спекуляции насчет этой темы, организации очень разные, есть организации Латвии, которые зашищают фермеров побольше, и кстати, такие, которые больше 2000 обрабатывают, по-моему, было 20 с чем-то только, те, которые обрабатывают более 500 гектаров Латвии, около 400, если смотреть, сколько в Латвии вообще сельскохозяйственников, ну те, которые подают заявку и они хочут это прямые выплаты, около 60, более 60 тысяч, ну как мы говорим, это все, конечно, не сельскохозяйственники, там очень маленькие, приусадебные куски тоже по 1,5-2 гектара, но такие, которые экономически активные, около 20 тысяч, тогда мы если смотрим на эти 20 тысяч экономически активных христиан и напротив 400, только которые обрабатывают больше как 500 гектаров, тогда в принципе это все ограничения, которые были 2000, даже депутат Смилтенс подал на 6000 гектаров, тоже, да, но тогда это вообще нелогично, потому что вы работаете на 20 хозяйств или даже на 1 хозяйство, да, но это уже не такой, это узкие, ну видно только некоторые десятки хозяйств, да, так что мы в организации сотрудничества сельскохозяйственников мы не могли прийти к нам решение, потому что у нас есть организации, которые представляют больших, да, у них свои интересные, так сказать, там старые, которые холохозы, переобразовались, очень хорошие хозяйства, не работают сейчас, они хотели, конечно, очень большие гектары, потому что у нас есть и хозяйство, у которых 4,5 тысячи, но у нас есть такая, как федерация фермеров Латвии, Латвийземная федерация, которая хотела 500, да, кстати, ну я сам тоже представляю не только ЛОСП, но я представляю общество пчеловодов, мы тоже, конечно, были за это маленькие, да. Это маленькие, да, вам-то зачем стоит такое? Ну да, потому что, нет, у нас не только пчеловоды, у нас есть фермера, которые зерновым занимаются, там молочные коровы держат, ну и всякие другие тоже овцы, но они все маленькие, да, и там, тогда уже этот вопрос более не так, как между маленьким и большим, но уже получается, ну, вопрос, кто может эту землю купить, и все, и в принципе, у хозяйств, которые побольше, у них побольше ресурсов, не только, не смотрим на это иностранцы, но и наших ресурсов, и тогда, конечно, в принципе, если я как владелец продаю, этот, который побольше все время будет побольше платить, мне как владельцу хорошо, что нет ограничения, но маленькому фермеру опять плохо, потому что он не может скупить эту землю, и вот, например, у нас, когда дискуссии в Сейме были, там тоже приходил христиан, у которого другой сельскохозяйственник побольше скупил землю у него почти у фермы, у него там осталось полтора гектара у фермы, а все остальное кругом скупил, и он сейчас должен свои коровы где-то 800 метров гнать по дороге, где у него пастбыши начинаются, но это тоже нелогично все-таки, так что… Это уже похоже на издевательство. Да, но у него, как предлагали, он просто взял. Логично. Но осталось, да, только купить уже землю этого сельскохозяйственного христианина и все. И сказать, что собираю вещи. Ну а вот вы до того, как Сейм в окончательном чтении принял закон, вы еще говорили о том, что в Латвии необходимо было бы провести референдум, вот так как в Литве там, допустим, был проведен. Правда, в Литве он провалился, вот 29 июня прошел референдум, но тем не менее, несмотря на то, что было собрано вот это огромное количество подписей в поддержку референдума, 300 тысяч, там вот такая квота существует в Литве, тем не менее, на референдум пришли только 15% избирателей. Вот у нас, как вам кажется, среди населения был бы поддержан такой вопрос путем референдума? Если, так сказать, делать... Или люди не чувствуют, скажем, актуальности этого вопроса, скажем так, ну, меня не касается там в городе, например, ну и ладно. Здесь уже начинает работать политика и маркетинг, могу сказать. Потому что если спросить просто социологических вопросов и задать вы за то, что продавать иностранцам или нет, я думаю, что большинство ответит нет. Ну, тогда, когда у вас надо идти в референдум специально по вашему местожительству, да, как это в Евросоюзном выборе тоже было, кстати, по местожительству, когда вам уже начинаются дискуссии и одна часть политиков говорит, знаете, но это против условий Евросоюза, может, мы даже должны будем выступать, выйти из Евросоюза и начинают пугать людей. Тогда, ну, конечно, начинают они раскалываться, ну, не раскалываться, но... Человек начинает думать, да. Ну, нет, 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 ну, разделяться. Раздваиваться. Да, да, да. И тогда это очень, по-моему, ну, так сказать, ну, сперва это плохо для нашего общества, потому что мы такие, ну, как сказать, негативные эмоции и начинаем сами собой наших жителей одного к другому ставить, потому что, ну, например, владелец земли, он, конечно, не хочет ограничений, потому что он чувствует, что это ограничение унижит цену. Он хочет свободный рынок, да. Ну, у нас не только очень много сельскохозяйственных, но очень много и владельцев земли, да. И потом начинается эта, так сказать, ну, конфронтация мнения, и я думаю, что Латвии, наверное, тоже этот референдум в принципе вывалился. Провалился бы, да? Провалился, да. Да, но это опять, как я говорю, вопрос политики. Если бы Литве поставили этот референдум вместе с выбором президента, там почти, ну, я думаю, что тогда большинство... Когда бы явка была точной. Явка была, я думаю, большинство все-таки поддержали, да. Да, наверное. Ну, и они могли, кстати, это сделать, но они специально не сделали, потому что они отдвинули подальше лета, когда хорошая погода, люди хочут отдыхнуть, не вместе с этой, но так, вы посмотрите, как у нас в Латвии, когда был выбор Евросоюза, ну, парламент Евросоюза вместе с самоуправлением, там было активно стекло 50-59 процентов. Больше 50, да. Да, ну, больше 50. Да. Ну, сейчас пришли, ну, 30, ну, там, ну, как сказать... Чуть больше 30, да. Ну, это просто... Ну, если у людей не только один вопрос, и они побольше заинтересованы, они приходят. Если бы поставили референдум, например, в Латвии насчет земли вместе с выбором Сейма, тогда я уверен, что бы получилось. Ну, сейчас надо смотреть, на счет этого референдума собирать подписи или нет. Я, наверное, думаю, что, в принципе, мы должны переговорить в организациях, и можно эту инициативу, наверное, и надо отложить в сторону, потому что закон приняли, он работать будет, пользовательских хозяйственников будет работать. И второй вопрос, что там тоже это подписи, там 5,5 тысяч мы собрали, мы собрали очень короткое время, и потом как будто это все, ну, очень-очень скорость унизилась, и уже там больше не собирается. Так что, третье, что мы должны смотреть все-таки, как получилось в Литве, да, которые собрали 300 тысяч. Да. Да, и все-таки люди не пришли. Так, если все эти три вещи положить вместе, наверное, нам надо было работать на этот закон и работать с самоуправлением, например, если какие-то организации или, например, эти наши новоды не хочут большие хозяйства, у них закон дает возможность ввести ограничения поменьше. Например, ну, я понимаю, земгалы, там большие поля зерновые, они выводят, там должны быть большие. Но если вы посмотрите в Латгале, где там Прейлю районце, или Яумпия Балга, да, около ЦСС, там, в принципе, невозможно сделать большие хозяйства, да, там хозяйства поменьше, они на скотоводство больше ориентируются. И, ну, я думаю, что эти наши новоды, как Яумпия Балга, или там другие, они могут ввести ограничения, например, даже 300 гектаров, потому что там такие большие хозяйства нет. Нет таких, да. И закон разрешает это. А сколько стоит сегодня земля вот в разных округах? Где самая дорогая земля, где самая дешевая, и для чего ее покупают? Да, и для чего цена, как она определяется? Потому что на жилье мы более-менее представляем, а что касается земли? Самая дорогая земля в земгале. И, конечно, ну, это не только потому, что там земгале. Для нас важно, какое качество земли, так сказать. То есть там лучше, да? Сколько баллов у каждого куска земля. Это зависит от агрохимического состава. Да, да, да. Потому что если у вас песок, на чём вы песке, там можете выращивать ничего. Ничего. Да, да, да. Например, земгалы. Земгалы очень, почва очень, как сказать, плодородная. Там внизу ещё такой слой, который выделяет калций и карбонат. Ну, который выделяет… Ещё и удобрение в земле, то есть сразу заложено. Ну, да, не удобрение, но реакция, не кислая реакция, но он держит… Шелочный. Да, да, поближе. Шелочный баланс. Поближе, нейтральный, да. Шелочный. И там состава, там почва так, что там урожай получается побольше, ну, автоматически. Естественно, да. И что, то что добавляет цену, какой кусок у вас? У вас маленький, он в конфигурации, там всякий, да, ну, как сказать, ну, как заяц бегал, да, так и получился край поля, да. Или у вас прямоугольник, у вас 50 гектаров, где вы можете пахать, и все эти факторы, так сказать, вместе ставятся. Но самое главное, конечно, плодородность почвы, да. Ну, и тогда цена, цена очень может варьировать. Ну, плодородность почвы имеет, играет роль, если её действительно, ну, использовать под сельскохозяйственные нужды, наверное. Ну, я сейчас говорю, что… Отечественные почвы. Да, кто использует, потому что, ну, нет, ну, вы, конечно, можете купить. Если вы хотите купить какой-то песочный кусок, ну, тогда вы очень за маленькую сумму, там, может… Они покупают сельскохозяйственные земли для того, чтобы, там, не знаю, что-то производство делать, там, или ещё что-то? Если вы хотите покупать сельскохозяйственную землю и другое производство, например, строить какие-то здания, да, тогда это уже связано с тем, что вы должны изменить цель использования в самоуправлении, но это уже должно быть согласно планам развития конкретной территории. Ну, это теоретически возможно сделать, да, если так? Ну, теоретически, да, но я говорю, это не так просто, да, да. И должны смотреть, ну, есть территории, например, поближе здесь в Риге, где-где-где, уже в плане, как будто вы покупаете сельскохозяйственную землю, но там, наверное, в плане поставлено частное здание. Ну, вы знаете, довольно много, а около Риги у нас коробки стоят в полях, да, ну, в принципе, это старая сельскохозяйственная земля, где просто по плану можно было строить частные дома, да, и они уже поставили коробки, да, хотели там бизнес делать, так что возможность есть. И есть территории, где можно и, ну, так сказать, производительные какие-то здания, производство сделать, но это только согласно с этим планом самоуправления. Так просто, чтобы я купил землю и начал там строить фабрику, нет, но я могу покупать землю и строить ферму, да. Ну, а вот тенденция, вы сказали, что самая дорогая земля вземгала, а вообще земля дорожает или как? Вот как с ценами? Какая тенденция? К росту? Ну, все время она дорожает. Последние, вроде бы, три года дорожала земля, да? Последние годы дорожает, она немножко, цена пошла вниз, девятый и десятый год, ну, когда начался кризис, тогда ушла вниз эта цена, и сейчас опять немножко поднимается, поднимается, потому что, ну, конечно, инфляция и все-таки это, ну, новые платежи Росоюз установил на следующие семь лет. И если смотреть в Европе, цена земли очень связана с платежами, которые мы получаем в Европе, потому что это как будто уже гарантия, что у вас какая-то прибыль будет. И даже если я владелец, я не работаю в сельском хозяйстве, все равно цена аренды связана с этими платежами. А где больше всего, быстрее всего цена повышается на землю? В каком регионе? В Замгале, потому что там даже были, ну, я сейчас, может, цифры не буду называть, потому что я не видел эти договоры, но я слышал, что там уже цена в некоторых кусках уже достигла почти шесть тысяч, это было лад, кстати. Ну, это такое экстримное, ну, очень редкое, редкое, да, ну, конечно, но... Спасибо, у нас время истекло нашей программы. Сегодня заместитель председателя Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Арман Скрауза был у нас в студии. Спасибо и до свидания. Спасибо.